Всем привет, дорогие друзья! Сегодня ролик, наверное, будет очень короткий, поэтому советую посмотреть до конца, поставить лайк и написать комментарий, мне будет очень приятно. Суть ролика в том, что я еще со вчерашнего дня Вику подговаривал к тому, что я уезжаю на целые сутки в деревню к брату с ночевкой. То есть я уже с утра реально уехал, но я по своим делам мотался, и вот я вернулся. Вика не закрывает за собой двери, я хочу ее проучить. Даже недавно у нас такая ситуация произошла, что соседка перепутала квартиры с другого этажа, у нас дверь даже одинаковая зашла и перепугала Вика. Именно поэтому я хочу сделать то же самое. Изначально я хотел подговорить вообще какого-то человека, но мне показался это перебор. В общем, сейчас зайду, напугаю ее, проведу беседу и посмотрим, может что-нибудь еще поснимаем, придумаем вместе с ней. Что, не ожидала? Здесь. А что? Ничего. А что не закрыто опять? Я тебе сколько раз сказал, надо за собой закрывать. Ну, Коль, ну здесь я просто все свои, все соседи здесь. Ну какие соседи? А вдруг кто рандомный придет? Ты же знаешь, что подписчики придут. Ты мне наврал, что ты уходишь куда-то. А все отменилось. Да. Ты что, разозлилась? Нет, ну да. Я разозлилась. А что не так-то? Что ты ушел и оставил меня здесь вообще одну, напугал и вообще надо в магазин сходить, понял? Когда? Ну да, я сейчас хотя бы приду переоденусь, я реально дела делал. Я просто в деревню не поехал. Мне надо срочно. Давайте сначала расскажу. Не-не-не-не-не-не. Что? Не надо. В смысле? Коля, не надо. Что не надо? Ай, сейчас. Ты что, какая это? Что? Ты меня застал врасплох. Конечно, я не ждал, я испугался, мне здесь все трясет. Так объясни мне. Я, если что, я хотел видос просто запилить себе нормальный на канал. Мне не понравилась твоя идея, потому что ты меня испугал, у меня в сердце колодец. И вообще, надо мне сок купить вкусный, а еще надо масло купить. Надо сейчас... Какое масло? Сейчас родители придут. А что ты хочешь сделать? Кранники. Объясни, здесь кто-то был? Нет. Честно? Да. Мужским парфюмом пахнет. Я купила просто, перепутала. Это унисекс называется. Когда и женский, и мужской. Ну, типа, вот. Ты что меня во всем сейчас перед... Да не, ну просто ты очень странно себя ведешь. И вообще, у меня другая немножко тема была, идея. Какая? Ну, слушай, ну это максимально странная какая-то тема. Ты что держишь постоянно? Ничего. У меня здесь кофты просто упали. Мои. На балконе. Кто... По-любому... Сейчас я позвоню. Или... Сейчас, 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 сейчас. Ты хочешь поссориться? Ты сам уже перебарщил. Сейчас я Максу позвоню и скажу, что... Не надо ему звонить. Почему не надо? Не надо. Сейчас, ты... Он ничего тебе не скажет. В смысле? Что за херня я не понял? Где? Кто? Что за фигня я не пойму? Мать, какой хер... В смысле? Я ничего, я не знала, что... Ты что, охерел что ли? Ты что здесь дел... Я просто зашел в гости. Ты издеваешься, что ли? А, вот она и в халатике, да? Я чай просто попил, перел. Какой чай ты попил? Ну ты... Черный. Он даже шоколадку принес. Ничего такого. Вы что, охерели что ли? Обе? Да, выйду, ты успокойся, я сейчас... Какого хера он без одежды, ты можешь объяснить? А еще у него воды дома нет, он помылся. Так, проси, пожалуйста. Чего-то он выглядит сухим, если он помылся. А почему меня нельзя было предупредить? И вот это совпадение, а как так получилось? Чего? Все же, когда помощь нужна, ты звонишь не Вике, а мне. Телефон у меня включат. Чего ж ты мне не позвонил, сказать, типа, я хочу помыться? Да, я тебе сделаю антирекламу такую. Это низко. Короче, ребят, вот он, вот этот человек, пришел к Вике, вот, смотрите, в каком виде. Ты Вику сейчас позоришь, чувак. Да мне без разницы, я... В смысле? Я тебя отвечаю. Это твоя жена, возможно, сейчас будет бывшая, но жена. Невозможно, а точно. Я тебе просто говорю, Макс, от тебя я такого не ожидал. Ты... Уверен. Ты вообще... Помолчи, пожалуйста. Хорошо? От тебя, Макс, я такого не ожидал. Ребят, всем привет. Короче, я решила сделать над Кириллом пранк. Я сейчас ничего не буду объяснять. Он будет с помощью Максима. Он сейчас уже как раз позвонил в домофон, он уже поднимается с минут на минуту. Вон, сейчас вот он придет, я все объясню, что да как, чтобы не было такого, что, типа, я вот сюда расскажу, там расскажу. Как раз пришел. Здравствуйте. Привет. Пранк жесткий. Ну, типа... А где Кирилл сам? Кирилл сейчас должен уже приехать. Короче, я тебе сейчас расскажу. Я тебе расскажу. Давай быстрее. Он, короче, якобы уехал к брату. Ясно. Сейчас я тебе быстрее расскажу. Короче, суть в чем? Я спалила у Кирилла с компа. Вот он заметки там оставил на самом видном месте. Он, когда заметки оставляет, ну, типа, там, видос когда придумывает, все туда, все расписывает. Пранк надо мной. Якобы он хочет меня проучить в том, что я не закрываю двери. Я обычно не подхожу к его компу, а мне там нужно было смонтировать видос. Чуть-чуть, короткий. А у него сильнее к он, поэтому я подошла туда. Я хочу, чтобы мы с тобой как будто вдвоем здесь изменяем. Я изменяю Кирилла, а ты в этом не помогаешь. Черицы любви. Ну, а что, давно не было пранков. Может, уже снимали пранк с изменой. Ничего страшного, пусть не расслабляется. Самые, самые жесткие существа. Одевая его штаны, как будто ты здесь без трусов ходил, а потом ты надел его шорт. Может, одеяло, может, даже ничего не надо. Может, какое-нибудь одеяло, я ему не покроюсь, а шелушечные шорты. Ну, вот, короче, он, когда зайдет, ты будешь уже спрятан вот здесь. Я что, не подумал, что можно с одеяло, так-то, ну, прикольно. Ну, давай так. Так, с этих трусов, ты уже быстрее договариваешь, чтобы я могу открыться. Все, а ты вернитесь, все. С камерой вернитесь. Давай тогда... Я быстро накинул одеяло, когда он пришел. Да. Прикрепите, пожалуйста, сюда камеру. Достанешь? Ой, сейчас одеяло упадет. Съемка идет, точно? Как заставка, блядь. Блядь, это идет запись? Все, давай. Блядь, мне кажется, что он принадлежит, я начну сразу поймешь, что тут я могу. Куря, не надо. Чего не надо? Ах, часа. Ты че, какая это? Что? Ты меня застал в расход. Так объясни мне. Я, если че, я хотел видос просто запилить себе нормальный на канал. Мне не понравилось. Мне не понравилось твои идеи, потому что ты меня испугал. Мне в сердце колоется. И вообще, надо мне сок купить вкусный. А еще надо масло купить. Надо сейчас... Какое масло? Сейчас родители придут. А че ты хочешь сделать? Драники. Какие-то подсолнечное масло? Давай я сейчас посмотрю. Там же было подсолнечное масло. Зачем я обманываю? Слушайте, ребят, что-то здесь какая-то не та тема. Вик, иди сюда. Вик. Да. Тебе не смущает то, что я при тебе его покупал 3 дня назад? Оливковое мне надо масло. Ну, хорошо, что есть. Соль надо? Да. Соль такая, соль морская. Соль вкусная тебе. Ну, и там еще какие... Адыгейская соль. Я перепутала. Адыгейская соль 2. Я перепутала, Коль. Че? Мне нужно сливочное масло. Слушай, а че за запах, я не пойму. Я помылась. Ну, погоди. Ты давно... Ну... Че за фигня я не пойму? Макс, в смысле? Я ничего, я не знала, что у вас здесь. Ты че, охерел, что ли? Ай! Когда пил? Ты че здесь... Я просто зашел в гости. Ты издеваешься, что ли? А, вот она и в халатике, да? Да я чай просто попил, Кирилл. Какой чай ты попил? Ну, ты черный. Он даже шиполадку принес. Какого хера? Ладно, она в халате, она дома. Какого хера дома ты здесь у меня? В трусах своим чучуном сверил. Я без чучуна, а я в трусах. Да я в душ собирался, в ванну серьезную, ты пришел. Она тебе сказала, что ты не так поймешь, поэтому прячься. Ну, типа, тупо получилось, да. А у себя помыться не судьба? Вот отключили. Вот отключили, да? А ты в курсе, что я каждый день новость размещаю вместе с Викой? Я знаю всегда, когда вот, где... Ну, видимо, там у нас что-то сбой в каком-то доме самом. Не проинформировали. Да. Ты куда верь? Слушай, иди, пожалуйста. Ради бога. На кухню. Я что-то зачитал, смотрите. Ты что? Ты успокойся. Бой! Успокойся. Ты что, ты же когда-то друзей не бьешь? А какой ты мне друг, если ты здесь вот полуголый бегаешь? Ты мне даже не предупредил, ты мог мне позвонить, типа, я хочу помыться. Я не верю в это, в ваши сказки. И она такая напуганная, я прыжу... Ну, я зашел, она прям... Ну, он же не левый человек, он твой друг вообще-то. А ты тебе говорил то, что не стоит замуж выходить. В смысле? Я не понимаю тебя в башне... Ну, это стабильность и так далее, то, что он надежный, то, что вот у него есть планы там на семью, в отличие от меня, то, что такой ветреный. Я засниму, я засниму. Пусть все твои подписчики тебе такую антирекламу сделают. Серьезно? Да, я тебе сделаю антирекламу. Поехали. Сейчас вы ждете. Да, езжайте, езжайте, все отлично. Я тебе сделаю такую антирекламу, понял? Не похуй. Любовь важнее, Кирилл. Да, конечно, конечно. Где мои шмотки? А куда мои шмотки делить? Вик, куда ты их? Что, ты попрятала, да? Услышала, что я ковыряю? Да, ты пришел телефон-то на меня. Давайте валите отсюда, а, уже. Мне... Ребят, ну это вообще, это... Я повторюсь, ты виноват сам. Потому что ты им уделял ей должного внимания. Да. Потому что ты постоянно занялся работой. Вот ты сидишь там, в группы все эти размещаешь и так далее. Ты мне что здесь? Ты кто такой? Сами разбирайте. Нет, в смысле? Ты кто? Сослушай. Ты третье лицо, и ты будешь говорить мне, как вести себя с моей женой? Ты что себе позволяешь вообще? Ты руками не трогай. Руками не трогай. Может, я буду решать, а? Это все-таки моя... Это не выход. Это не выход. Официально там. Ты готова подать на развод? Да. Ты что, Кирилла, что ли? Ты сам сказал, что она плюща будет. Конечно, да. После этого, после измены, получается... Ты ничего не видел. Сейчас, сейчас. Ты ничего не знаешь. Бану, можно показать? У меня есть идея. Есть идея. Бану, можно показать? Ты говоришь, я тебя трогать не буду. Сейчас я твоему батю позвоню. Чего? Я твоему батю сейчас позвоню. Сука. Мария, ты что? Борис, ты что? Это жесть, да? Нет, это не ничего. Сейчас будет пизда всем. Ты сама хотела. Нет, сейчас будет мне. Ты сама хотела. Ты сама хотела. Чего я хотела? Меня ты сама хотела. Кирилл, это пранк, если что. Не надо никому звонить. Нормально. Не надо. Нормально. Любую ситуацию говорите пранк. Ты что делаешь? Нормально то, что я еще здесь? Мы расходимся. Мы расходимся. Мы... Я ему позвонила вообще, чтобы мы тебя разыграли вдвоем. Че ты мне, Анна, врешь-то, да? Нет, блин, ты... Я хоть что-то... Да ты даже не можешь играть, ну, серьезно. Ну, в чем прикол из них? Нифига вы переобулись как ребята. Я просто аплодирую. Может, ты вообще свалишь отсюда? А? Камеры, видишь, что это новое? Заранее. А че это новое? Ооо. 15 минут. Съемки. А? В смысле? Да. Я все с... С ее идеей была. Да. А вот он как будто я только разыграл. Ты, ооо, что делать? Ведь сказал, что херово затея тоже. Ты все равно такой, нет, давай, давай. Меня задело... Ну, играй до последнего. Если ты начала, то давай до последнего тогда. Нет, тут уже байк, байк уже приплели. Нет, это уже другой вопрос. Короче, я не понимаю, ты сейчас пранк или нет? Меня до сих пор трясет, я не знаю. Это пранк. Я тебя люблю. Я зашел буквально за сколько? Ну, минут за 30, за 40 до этого прихода. И просто вот я сидел в этом гребаном одеяле и ждал, пока дверь откроется, чтобы спрятаться за штору. В смысле, ты же в шкафу был? Потому что одеял толстый, под него видно было, потому что он спрятался в шкаф. Я увидела, что ты хочешь меня пранкануть. Где ты увидела? Ну, ты вот на заметки свои оставляешь записульки себе. Ты ушел в туалет, я уже как раз посмотрела, случайно. Меня саму трясет, я думал, ты меня ударишь вообще нафиг. А что вызовет? Она говорит, тебе звонила, предупреждала, можно я посмотрю? Убедился? И во сколько ты ему звонила? В 12.48. Прости меня, пожалуйста, Кирилл. Я, вот знаешь, я от себя там могу ожидать, там пранк и так далее, и она же вообще, ну типа, она не блогер, там, и так далее. Вообще, в общем, она даже отыгрывать не могла, да я видел. Да. Стоит, только не бенемье. Че, куда лезет? Да ты еще начал, это, дров подкидывать в костер. Ну, ты как вон! На хрена мне вообще звонил-то? Звонил, ну, сказать, типа, ситуацию, ну, вообще в двух словах. А я обменничать хотел. Ну, да, спросить мнение твое, ну, а я чувствую, а я чувствую, понимаешь, запах-то мужского одеколона, или как это называется. Вот, а я не пользуюсь одеколоном, я только вот этим. Ну, ты же ее по факту не поймал, да, на этом, то есть на тот момент, когда ты мне звонил, ты еще не уверен. А я бы не стал в шкаф даже и заглядывать. Если бы она меня отправила в магазин, я, может, и ушел. Если бы она подозрительна, ты правильно не говоришь, она очень себя подозрительно вела. Твое предложение обслуживаю. Стать шведской семьей? Вести уйти от нее, бросить. Пошла ты. Уходим, пойдем. Эй, а почему? Вы че?